Да, так мы здесь с вами долго учили 37 главу, хотя мы тему начали и в 35 главе. В 35 главе я подведу такой короткий итог. Мы говорили о том, что бейнуним, у них есть важная задача, потому что чтобы шхена поселилась в этом мире, и это делается при помощи митцвот, при помощи заповедей. Об этом Баля Таня говорил в 35 главе, потом мы перескочили в 37-ю. Там это все обсуждалось детально и подробно, что как митцвоты на это влияют. Там объясняется, что митцвоты связаны с материальными вещами. Мы очень детально и подробно это все обсуждали. Но мы пропустили 36 главу. Она нас очень давно ждет, терпеливо. И как раз сегодня мы ей займемся. Да, так я начну читать 36 главу. Да, так Баля Таня здесь пишет так. Баля Таня говорит, что известная вещь, то, что сказали наши учителя, мудрецы, что тахли, то есть цель создания мира этого, мира сего. И тут приводится вот эта фраза, что у Всевышнего было стремление, желание, чтобы у него было место жительства. То есть это цитата из мудреша. Мы откроем этот мудреш. Потом Баля Таня пишет так. Он задает на этот мудреш вопрос, как можно говорить о нижних мирах, тохтоним, да, или присутствии его в нижних мирах. Ведь по отношению к нему нет никакой разницы между верхом и низом. Он заполняет все миры поровну, как он говорит, да. Как бы это вопрос, да. И что он отвечает? Эл-а-бью-ра-иньян. Объяснение этой вещи, или смысл этой вещи. До творения мира Всевышний был один. Он заполнял, да, мы уже много об этом говорили. Это такое представление Аризеля. Он заполнял до творения этого мира это место, где был сотворен мир. Вегаматакен гулефанав ит барах. Сейчас, то есть после сотворения то же самое, он заполняет, как было до этого. Так в чем разница? Что произошло в связи с творением? Ракша шинуй гу эль га мекаблим хаюто вэороид барах. Да, то есть разница или изменение, оно по отношению к тем, кто принимают его, получают, принимают его жизнь, то есть он их оживляет, и его свет. Шимикаблим алидей левушим рабим. Тоже мы очень много уже об этом говорили, что есть дословно одежды, то есть одеяния, промежуточные всякие вещи, которые разделяют между источником, между ними ими. Их много. Ами хасимум и стрим уроид барах. Их задача — скрыть его свет. Кедиктив, как написано, «Килёй и ранья Адам Вахай», такой посылка в книге «Шмот», «Ибо не увидит меня никто и останется в живых». То есть невозможно существовать, получив свет Всевышнего в полноте. Поэтому требуются вот эти перегородки, перемычки, которые фильтруют, мы бы сегодня сказали, этот свет. «Кеде паршу рабутейну шафилу малахима не крым хайот эйнруим». Да, есть такой медраж, что малахим, у них есть разные названия, они имеют разные уровни, самые приближенные, они называются хайот или хайот акодыш, то есть животные дословно, так они тоже не видят, они тоже не могут непосредственно контактировать со Всевышним. Они тоже нуждаются в какой-то одеянии этого света. О, зачем он это нам все говорит? Чтобы объяснить смысл вот этого «эльйоним ве тахтоним», это не какая-то география или геометрия, то есть это не верх-низ обычный, это так называется, на самом деле это просто насколько существа отдалены от источника, вот этими перегородками, то есть самые-самые отдаленные, они называются низом, а менее отдаленные, они называются верхом. Он дальше это скажет. «Везеу и няна иштальшилюта уламот виридатам, мемадрыга, лемадрыга». Это очень известные термины, значит, есть миры созданные, есть такое понятие «иштальшилют», то есть от слова «шальшелет», то есть это как бы они иерархия такая, точнее, то есть это «шальшелет» — это цепочка. «Виридатам, мемадрыга, лемадрыга», так они спускаются от уровня к уровню, или от ступеньки к другой ступени. То есть это все отличается друг от друга из-за вот этих одеяний, которые скрывают вот этот свет, ослабляют этот свет, свет и поток жизни. «Атши неврага уламазы, пока не был создан этот наш мир, агашми материальный, вахумри мамаш, настоящий материальный мир». «Вегуга тахтон бамадрыга, шейн тахтон лематым имену». Это самый нижний уровень, нет ниже, чем он, относительно чего? Снова, это не относительно вертикали, геометрической, а относительно вот этого смысла. «Бейнян, гестер, роид барах». То есть в этом мире материальном свет Всевышнего, он самый ослабленный, самый неощутимый. «Вехошех кафулю михупаль». Вот этот мир, он является очень большой тьмой. Он это называет «кафуль у михупаль», то есть удвоенный, очень многократно, скажем так. «Атши умалек клепот». Тоже мы очень много об этом говорили. Настолько этот свет свет в этом мире неощутим. Этот мир, он уже наполнен вот этими клепот, «веситра ахра», термины, о которых мы уже много говорили. «Шеемнегидаше мамаш». Это не просто закрывает свет, а создается такое ощущение, что есть что-то автономное, что-то выступающее против него. «Ломар, они вовсе од». То есть тут можно спокойно заявить, возгордиться, как бы, да, и сказать, что я и кроме меня нет ничего, ничего больше. Вот такой мир, так он мрачно описывает наш нижний мир. «Вейне тахлита иштальшилюта уламот виридатам и мадрыгали мадрыга и нобишвил уламота и льоним». Зачем вообще все это создано? Вся вот эта система, иерархия вот этого отдаления от мощного света, да? Так он говорит, сейчас он начинает объяснять сам Медраж. То есть Медраж говорит про тахтоним, он уже объяснил, о чем идет речь, да? Тахтоним — это не в смысле геометрического низа, а в смысле отдаленности от света, да? Это наш мир. Теперь как понять, что Всевышний захотел, чтобы его проживание было именно здесь? Так он начинает сейчас объяснять. Что мир создан не для вот этих высших миров. Почему? Гуи влагэ мерида меор панавит барах для них, да? Отдалиться от света, его лица — это для них спуск, это унижение, это урон, это ущерб. Это не может быть, это не может быть целью их создания. Элла тахлит, гу олам хазэ атактон. В чем тогда цель творения мира? Это вот этот наш низменный мир. Почему? В чем смысл? Тут он использует тоже известные термины зора, что оказывается у Всевышнего есть нахатруах, то есть удовлетворенность, грубо говоря, наслаждение от того, что тьма превращается в свет, это перевод этапа хашо халинегора, и что ситра ахра, она и ткафия, то есть она подчиняется, то есть ситра ахра — это как бы вещь, существо, которое стоит против Всевышнего, против со стороны святости, поэтому называется ситра ахра, сторона другая, но это как бы временное состояние, в какой-то момент ей придется подчиняться, и от этого у Всевышнего есть как бы кайф такой, скажем так, на простом языке. — Я же не Всевышний создал этот мир, а мы из-за греха пришли в такое состояние. почему он так создал? — Это первый раз вообще требуется в интернете ситра ахра, когда это был кредит. — Первый раз? — Я не знаю, ты не говоришь про это, а тут сейчас как будто что-то. — Ну, хорошо, так мы еще от Байзрата Шем обсудим это, Я пока читаю и перевожу, да. И он продолжает, еще немножко я дочитаю, то есть отчего у Всевышнего есть вот этот нахат руах, это наслаждение, удовлетворение, нахас, да, еврейский, известное понятие еврейское, нахас, да. Да, как это перевести лучше по-русски, да, не переводится, да. Да, и как? Да. Да, шияир орашем эйнсов баруху бимком гахоших в оси траха шелькола улама зекуло да, бьездер сет вьетер оз да, то есть когда тьма, как бы, наполнится светом, да, тьма этого мира, да, так вот этот свет, вот есть очень интересная идея, мы, Байзрата Шем, будем это обсуждать, это надо понять, да, что тут берется пасук и скугелит, да, и трон гаормина хоших, да, что у света есть преимущество на тьмой, да, по-простому, да, очень просто, да, то есть там вообще говорится про и трона хохма, миа сихлютки, и трона оормина хоших, да, то есть сравнение такое, да, что мудрость отличается от глупости, так же, как отличается света тьмы, да, это простой смысл этого пасука, да, но в кабале берется этот пасук, и он толкуется совершенно по-другому, то есть это связано с с еврейским предлогом мем, да, то есть мем это может быть сравнением, да, это больше этого, да, мы используем предлог мем, м, да, но есть у мем и другой смысл, совершенно другой, да, это из, да, то есть что-то извлечь из чего-то, это тоже м, да, так они толкуют вот этот пасук, совершенно не по-пшату, да, и трона о, мин га хоших, то есть свет, понятно, что он лучше, чем тьма, но если сравнивать разные, разные виды света, да, так свет, который и происходит из тьмы, он лучше, чем другой свет, который не происходит от тьмы, да, так и получается, что задача или цель творения, она создать тьму, она создается при помощи отдаления от Всевышнего, максимального, как бы, отдаления от света источника, да, но зачем это создается, чтобы потом эту тьму превратить в свет, и когда тьма превращается в свет, вот этот свет, он, он лучше, чем свет, который был без этого изначально, вот такая тут есть идея, и трон аор ми нахошах, да, да, мы еще коснемся, то есть он уже объяснил, на самом деле, да, что тьма это ола-мазе, то есть он на материальный мир смотрит, как на тьму, да, поскольку здесь не виден Всевышний, да, наоборот, в этом мире, да, есть такое ощущение, то есть мы уже говорили, да, что в в хасидизме каббалистические понятия, они, как бы, переносятся в сферу психологии, можно сказать, да, то есть мы говорим очень много о сознании человека в этом мире, да, так в этом мире человек может, может, это то, что происходит, почувствовать себя самостоятельным, независимым, да, самодовольным, да, управляющим своей судьбой, да, самостоятельно, да, тут есть гордецы, есть тут эти, да, преступники, бандиты, да, тираны, и так далее, и тому подобное, да, так это все тьма, да, и это все временно, это временное явление, и все это должно перевернуться, и эта задача, это цель творения, так он говорит, да, и так вот это лучше, чем, он дальше продолжает, мегеаротоо, бауламот эльюним, шамиирша, малидей левушим, вестер паним, а мастериму, малимим, ор инсов баруху, шилой батлю бамитсиют, то есть вот этот свет, который наполнит тьму, да, превратит тьму в свет, это намного лучше, чем тот свет, которым он светит в высших мирах, да, и там тоже этот свет, он заслонен, скрыт всякими вот этими левушим, да, одеяниями, да, и он тоже там скрывается, но не в этом цель творения, в этом цель мира, цель мира, еще раз, да, скрыться максимально и создать вот этот материальный, низменный, ужасный мир, да, и чтобы потом эту тьму превратить в свет, наполнить его светом, да, вот такая тут есть идея, я не буду дальше читать, мы без рата шем продолжим на следующих уроках этот проект, но, что мы здесь видим, да, что Балатания, он берет Мидраж, и, да, и он его комментирует вот таким особым образом, можно сказать, и, и видит в этом цель всего творения, теперь, что интересно, что вот этот Мидраж, он, как бы, можно сказать, впервые им упоминается, то есть, можно проследить, насколько этот Мидраж был вообще в использовании, в решении, в кабале даже, да нет, вы не увидите, да, почти что кое-где это упоминается, но можно сказать, что Балатания, он как бы возродил этот Мидраж, да, он один из первых, мы еще поищем, кто, кто, кто до него пользовался этим Мидражом, да, но пока, да, пока мы скажем, да, что Балатания, он первый человек, который стал пользоваться этим Мидражом, и потом вот это его использование, оно превратилось, прямо, можно сказать, в такой, в гигантский поток, то есть, если вы следите за литературой Хаббада в наше время, да, просто вот это понятие Дираба Тахтуним, это один из таких лейтмотивов современного Хаббада, то есть, все да, всюду только об этом и говорят, Дираба Тахтуним, да, это это стало таким, такой очень центральной идеей, да, или по-разному вспоминаете что же делали? Не, есть такой Мидраж, сейчас мы его откроем, да, но вопрос, да, как он используется, да, так давайте сначала познакомимся с самим Мидражом, да, очень интересный Мидраж, да, то есть, мы попытаемся его понять сами, как бы, да, что, что здесь имеется в виду, на самом деле это упоминается во многих местах, это не в одном месте, тут я открыл Мидраж Танхума, Прошат Насо, где говорится про Мишкан, да, да, зачитаю сначала из середины, да, когда Всевышний создал этот мир, Гитава Шиело Дира Батах Тоним, да, у него появилось желание, да, чтобы у него Дира, да, вот это, да, место жительства, да, кто сегодня не знает, что такое Дира, да, это, некоторые говорят Дира, да, таким известным, с иронией такой известный, да, Шиело Дира Батах Тоним, да, Кишем Шиешло Ба Ильюним, тут интересная добавка, да, так же, как есть у него наверху, да, и зачем это, что здесь дальше говорится, да, то есть, тут много, на самом деле, приводится, он вызвал человека, приказал ему, что можно есть все плоды этого Ганедена, этого райского сада, кроме умаецеда от тувара ло тухал мемену, да, но поод вот этого особого дерева знания добра из-за они есть вавар алцивуио, да, и первый человек нерушил, эмар ло, акадош барху, как нитавети кишем шиеш ледира ба льоним, как елли батахтоним, ведавар ха цевети отха, вилу шамарта отто, мияд селека, акадош бахушхинато, ларакия, да, то есть вот это поведение первого человека привело к тому, что Всевышний он не смог как бы осуществить, реализовать свою мечту, да, жить внизу из-за его греха, и поэтому он поднялся на небеса, ларакия, да, да, потом Медраж, я не буду это все читать, описывает поведение разных грешников, разных поколениях, да, это очень известные вещи, каждым преступлением они поднимали, отодвигали, вытесняли, можно сказать, Всевышнего все выше и выше, да, и считают количество этих небосводов, реки им, да, и потом процесс пошел в обратную сторону, первым был Аврамовину, он спускает Всевышнего, потом приходит Ицхак, Яков, да, да, и в результате после выхода из Египта сыновья Израиля построили Мишкан, и Всевышний как бы спустился снова на землю, да, и стал проживать, присутствовать в этом мире и в результате как бы осуществилась его мечта, да, такой Медраж, да, очень интересный, теперь, если бдительно посмотреть, мы увидим, что тут есть разногласия, это не общепринятое мнение на самом деле, да, уже в этом Медраше говорится коротко, потом я покажу, что есть параллельный Медраж, который шире это объясняет, вначале говорится так, все начинается со слова ВАИИ, БЕЁМ КАЛОТ МОШЕ, вопрос по-простому, и было в день КАЛОТ МОШЕ, это завершение строительства Мишкана посредством МОШЕ, КАЛОТ, да, так вот это слово ВАИИ, да, и было, так тут есть спор, да, как понимать это слово ВАИИ, тут написано так, РЕБИ ОМЕР, КОЛЬ МАКОМШИ, НАИМАР ВАИИ, ДАВАР ХАДАШУ, везде, где сказано вот это слово ВАИИ, это новая вещь, такого еще не было, да, ВЕРАЖБИ ОМЕР, А РАБИ ШИМОН, БАРЬ ЮХАЙ, говорит, КОЛЬ МАКОМШИ У ОМЕР ВАИИИ, ДАВАР ШАЯ УПАСАК ЛЯРБИЯ МИМ, ВЕХАЗАР ЛЬЁТ ЛЯКИМОТШИ ГАЯ, все наоборот, что ВАИИИ, это не новая вещь, это восстановление уже бывалой вещи, и в связи с этим Медражник говорит то, что я вам уже зачитал, что уже издавна Всевышний мечтал проживать здесь внизу, да, и потом из-за грешников он оставил этот мир, да, и вот сейчас Мишкан, да, он вернул это бывшее прошлое состояние, и поэтому сказано ВАИГИ, но это только по мнению Раби Шимона Барьюхая, но Рэбби с этим не согласен, Рэбби говорит, что ВАИГИ это ДАВАРХАДАШ, как здесь сказано, да, теперь есть Медражи, БАМИДБАРАБА, тут, там тоже приводится такой же спор, правда, там говорится про Нерэби Арав, но это, видимо, аппечатка, ВАИГИ, они считают, что именно при простоянии Мишкана Всевышний впервые поселился в этом мире, в нашем мире, и такого плана, как бы, изначально, да, притворения мира вообще не было, не было такой цели, да, это, получается, что это спор мудрецов, то есть, получается, что вот эта идея, которую, или цитата, которую приводят Балатани, она на самом деле не общепринятая, да, то есть, здесь говорится, да, что в этом вопросе есть спор большой, это надо знать, это, во-первых, да, теперь я хочу вам привести такой, да, мидраж, который в другом месте, в другом месте, да, Приводится посылка Все, что захотел Всевышний, сделал на небесах и на земле. Амар Давид, так говорит Медраж, сказал Давид, Здесь хотят нам объяснить, что значит все, что хотел, то есть, как бы были, видимо, какие-то препятствия, какие-то ограничения, но он их преодолел, все, что захотел, да? Какие были ограничения, сейчас посмотрим, да? Вот в чем препятствие, да? Изначально было сказано, небеса, они принадлежат Всевышнему, а земля отдана людям. И вот это он как бы изменил, да? Сломал. Сейчас посмотрим. На что это похоже, да? Медраж, как всегда, приводит Машаль, притчу. Ламелех, Шегазар, да? Очень интересная притча. Притча о царе, который постановил, да? Послушайте. Бне и Роми, ле ирду ли Сурия, увны и Сурия, ле ялю ли Роми, да? То есть, действительность тех времен, да? Римская империя, царь это, это Кесарь, это император римский, да? Он постановил, да, что жители Рима, да, не спустятся, здесь сказано, в Сирию. Сирия — это ближний восток, это мы, как бы, да? А жители Сирии не поднимутся в Рим. То есть, здесь описывается, надо это чувствовать, видимо, да? Есть центр, есть периферия, как бы, есть столица, есть Москва, есть глубинка, неважно, да? И это, как бы, разные уровни, разные сословия. Понятно, что они не могут опускаться и, наоборот, подниматься, как здесь сказано, да? Ках — это притча. Ках кшебара, кадошбр хуит о ламо, газар ве амар, а шамаем шамаем лошем, варец на танливный адам, да? Так они смотрели на этот послуг. Небеса для Всевышнего, а земля для людей, да? То есть, понятно, тут не надо объяснять, да, что Рим — это небеса, а Сирия — это низ, да? Тахтуним, да? Кшебекеш литен — это Тора. О, когда Всевышний решил дать Тору. Как такое может быть, да? То есть, что такое дать Тору? Получается, что это, на что это похоже, да? На москвича, который уезжает в глубинку и там живет, да? Сейчас посмотрим, тут есть интересная версия, да? Это, как бы, да? Ненормально. Как такое может быть, да? Да, москвич, который себя уважает, он, да, ему не даст, да, он не может себе это позволить, да? Кшебекеш литен — это Тора. Бителя так зера. А как тогда можно Тору дать, да? Это же связано с таким, как бы, унижением, да? Нарушением норм, да? Социальным нормам, да? Социальных норм, извините. Да, так Бителя так зера, император же все может, да? Ему все дозволено, да? Так он эту норму тоже отменил, да? Тут написано решена. На самом деле, тут есть еще очень интересная версия этого мидраша, который приводится в книге Акидат Ицхак, да? Это один из на грани решоним, Ахарон или решон, известный, Акидат Ицхак, Рабицхакарама. Он цитирует этот мидраж, и у него там есть очень интересная версия, она очень, мне кажется, важная. У него написано, этот мидраж приводится так. Ле-Ямим, да? Прошло время. Бекеша, Мелех, Лиса, Иша, Миссурия. Вот в чем дело, да? Все становится ясно, да? Почему вдруг император отменяет закон, да? Законы империи, да? Просто ему одна женщина в этой, в глубинке, то есть в Сирии, очень понравилась, и он решил, да, жениться на ней. Но есть нравы, есть, да, есть порядок, да? Но ему же все можно, да? Это называется То есть я меняю порядки, да? У меня есть как бы это... Я влюблен, да? Влюбился в какую-то деревенскую девушку, да? А как это? Я же принадлежу другому сословию, да? Я же этот, да, царь, да, аристократ, нет, да? И все отменяется. Все могут сейчас жениться эти на этих, эти на этих, да? И с меня все начнут. Я первый, кто начнет нарушать вот эту, да, вот этот порядок, да? Есть тут у комментаторов, у исследователей догадки, что, может быть, был такой прецедент. То есть когда мудрецы говорили этот метраж, они знали, то есть публика знала, кого, кто, да? То есть был какой-то прецедент в те времена. Знали прекрасно, о ком идет речь. Да, так вот эта история, этот пример, он используется для чего? Чтобы объяснить, как Всевышний мог дать Тору людям, да, и построить мешкан, попросить, чтобы построили мешкан для его пребывания, да? То есть, но этот метраж, он явно идет по какому мнению? Не по мнению Раби Шимона Бар-Юхая, а по мнению Рэби, да, что на самом деле, как бы, изначально планы творения, он был какой, да, что есть колоссальная разница между Ильюними, Тахтунием, высшими и низшими, да, а дарование Торы это нарушение этой нормы, да, да. Более того, есть на самом деле еще одно мнение, которое, тоже очень интересное, да, оно приводится и в Гмаре, и в Медрашах, это мнение Рабь Йоси Аглили, да, который говорит, я вам зачитаю Медраж Сифризута, да, да, ло, ярда, шхина, лаарец, меолам, да, вы думаете, что шхина, то есть присутствие Всевышнего опустилось на землю, ничего подобного, никогда такого не было, да, шенеемар, откуда он это берет, шенеемар, минашамай, минашамай, мишмиахаэт, кулол, ясрека, в книге «Дворим», когда описывается дарование Торы на горе Синай, говорится прямым текстом, что голос раздавался, они слышали голос Всевышнего, минашамай, с небес, да, да, ума, аниме, каем, убево, мошэ, эл, ой, муэд, а как же, а как же понять, мешкан, да, и общение Мошэ со Всевышним, да, в ойл, муэд, да, в шатре откровения, да, так дается ответ, элла кимин силон шель эш ая юредмина шамай им, левэн шней гакрувим, умидабэ ремо, да, никакого присутствия, да, посылался, называется, силон шель эш, силон это, силон это труба, струя, можно сказать, да, струя огня, огненная струя, посылалась с небес, и заходила между, вот этими двумя, кимин херувим, и так Всевышний общался с Мошэ Рабейну, да, и никакого спуска не было, да, есть еще, да, гмара тоже начинают обсуждать, может, вы помните, да, лематами ассору, да, то есть идет речь о десяти тефахов, да, где начинается, решут это называется, да, то есть владение людей, где оно заканчивается, где начинается владение небес, да, неважно, это сейчас, да, просто хочу показать, что вот эта идея, да, что Всевышний изначально хотел, мечтал, да, присутствовать на земле, это не очевидная, не общепринятая вещь, тут есть на самом деле много разногласий, есть мудрецы, которые считают, что это, это так, но это появилось только с дарованием Торы, от дарования Торы и далее, это не идея самого творения, да, это что-то особенное, тут надо, наверное, понять этот спор, то есть, да, это, видимо, обсуждается смысл деятельности Мушеробейну, да, то есть Мушеробейну, он восстановил то, что было раньше, или он создал какую-то новую действительность, да, то есть это какой-то прорывы вот этого естественного состояния, как бы это, как, как, поэтому я специально вам зачитал, как, то, что император влюбился в деревенскую девушку, да, этим примером это можно понять, то есть это не, не, не норма, это не, это выход из обычного порядка, да, то есть порядок изначально должен быть, да, что есть разные сословия, есть аристократы, есть простые люди, деревенщина, рабочие, крестьяне и так далее, да, а есть мнение, которое говорит, что даже Мушеробейну, он ничего на самом деле не изменил, все как было, так оно и осталось, и вот эта, да, шхина, которая присутствовала, как бы в этом мешкании в храме, это на самом деле только такая видимость, да, но коренных изменений в мире не было, да, что ты хотел сказать? Вопрос, почему, очень как-то так, это странно, что занимаются физикой этого вопроса, да, то есть нужно обязательно послать эш, и, как бы, в наши репы сказали бы, там микрофоны, там рампули, там поставили, да, почему это настолько важно физика, то есть как бы можно было бы представить, по-другому даже. Не знаю, я очень много не понимаю в Медрашах, я попытаюсь с вами понять такую центральную идею Медраша, да, сейчас мы это... Главное сказать, что его не было там, а как это было по-другому, это не важно, мне кажется, это не важно. Окей, да. Теперь мы сказали, что Балатани, он один из первых, который стал этот Медраш использовать, но на самом деле, ему был предшественник, или у него, он мог, у него было у кого учиться, так я сейчас хочу вам зачитать, книгу, которая называется Кетер Шемтов, да, что такое Кетер Шемтов, это такой сборник, где собраны материалы от, в основном от Бал Шемтова, да, то есть это не он сам ее написал, да, просто это собрано из разных книг, от разных людей, но тут есть отрывки, которые на самом деле, принадлежат не самому Бал Шемтову, а его ученику Магиду из Мезрича, да, так тут есть такая вещь, я вам зачитаю, середины, Кякадош Баруху Барау Ламазе, Увитухо Га Адам Бетсальмо, да, Всевышний создал мир этот, и в нем человек, по его образу, кидей, ши-шребо, да, такая идея, да, почему создан человек в этом мире, чтобы Всевышний в нем присутствовал, одну секунду, да, да, кемама разаль, как сказали наши мудрецы, не тава льетло дираба тахтуним, да, что Всевышний, он хотел, да, вот это, он цитирует вот этот наш Медраж, он хотел, чтобы у него была дира, было, место проживания внизу, и он задает вопрос потом, и зачем он сделал так, то есть это вопрос, который мы видели в Тане, да, какой смысл присутствовать внизу, да, когда у него есть, да, ангелы, которые, да, намного ближе, да, ко Всевышнему, там, его свет, он, как бы, проявляется, да, да, намного мощнее, сильнее, это красивее, он здесь говорит, да, но это тот же сам вопрос, да, им кен, им кользе, ешло, там, ешло, и дбарах, йотер, та нугми на адам, то есть несмотря на всех этих многочисленных, да, и, да, и красивых ангелов, от человека у него есть больше наслаждения, да, та нугми на адам, то есть наслаждение, да, это тоже вещь, которая упоминается, да, у Тани, у Балатани, да, и он, чтобы нам это объяснить, он приводит интересную притчу, да, уже, да, тоже притча о царе, но она совершенно другая, ким шаль, да, сейчас это будет для вас неожиданно, на самом деле это тоже стало очень известным понятием, в учении Хаббада, да, да, сейчас мы посмотрим, Мойша узнает об этом или нет, ким шаль, а ципор, а меда берет, лифне а мэлех, что такое ципор, а меда берет, лифне а мэлех, что это такое, как это на нашем языке, это говорящий попугай, да, да, то есть царю подарили говорящего попугая, да, а филу диврей штут, даже глупости, да, ешля а мэлех, йотерта, а нуг, миколь, милицота, сарим, а мишелу рим, то есть, да, вот такая, такой пример, да, что в другом месте, есть эта вещь, которая, она переписывается, повторяется, да, то есть идея такая, да, что царь, он очень занятой человек, у него очень много этих, государственных дел, да, очень много проблем, и всякие доклады, заседания, всяких министров, там, и так далее, да, очень-очень занятой человек, да, но вот этот говорящий попугай, он занимает его намного сильнее, чем все остальные, да, то есть все, все, что ему там говорят, это ему становится скучным, да, и он развлекается только вот этим попугаем, несмотря на то, что попугай, он ничего такого умного сказать не может, но, да, это мы, то есть вы понимаете, о чем идет речь, да, да, и вот это, да, вот этот машаль, отцы порами до берет, это очень тоже, такое ключевое, такое понятие в хасидизме, и в особенности в Хабаде, да. Этот машаль, он как бы отбрасывает проблематичную тему национальному? Не знаю, это вопрос, да, это интересно, да, это очень интересно, я понимаю, что, да, психологам это в особенности интересно, да, да, и, значит, это машаль, потом он объясняет нам этот машаль, как Адама Хумри, так и вот этот материальный, человек, кешемаале, бемаршавто, оламот альйоним, когда он размышляет, в ишах мирах, хема рау кентамаху, нивхалу, нэхпазу, раада хазатам, он сейчас использует слово, из-тейлим, шами рато, шелакадош баруху, неважно, вонире ор гадол митсухцах, значит, человек, который, как бы, от него, что от него можно ждать, да, то есть это в этом смысле, он попугай, он птица, которая вдруг заговорила, как человек, да, так это, да, вот этот человек, он вдруг, от него исходит, как он говорит, такое, ангелы, то, что от них исходит, такой, как он говорит, чистый, мощный свет, это не, никого не удивляет, но когда от человека то же самое исходит, так вот это диковинка, да, коль зэ негле, а лидэ га адам, шиба олама шафэль, а за ешит парут гадол, бакадош баруху, да, и, то есть, что мы здесь видим, да, что, Магеды из Мезвича, он так понимает, вот этот Медраж, да, почему Медраж говорит, что при создании мира не тава кадош баруху шит елу дираба тахтоним, да, так он это объясняет, что это что-то необычное, что-то, да, неординарное, да, да, это, да, и это то, что хотелось Всевышнему в этом мире, да, теперь я вам хочу показать, что Балатания, он то же самое говорит, да, да, тут я зачитаю, это, это, это Мамарей, Адморазаке называется, это Гэмших, Тавкув, Самых Вав, да, есть такие, такая книга, да, так, я вырву несколько строчек, значит, он здесь говорит про Гаор Метоха Хоших, да, значит, в чем особенность света, да, как мы уже говорили, света из тьмы, да, так он говорит так, написано, да, посух в Куэле, да, что у света из тьмы есть и трон, то есть есть преимущество, да, то есть он говорит, что свет, который раскрывается из тьмы, да, так его, его мера, она выше, чем мера обычного света, да, как это можно объяснить, да, Ва Машаллазы, да, какой Машаллазы здесь объясняет вот эту идею, какая притча, Гу Ядуа, известно, Шамелех, что царь, гам, бийото, таруд меод меод, берумимут гдолат малхуто, вело, и панеми, тирдото, вирабумуто, гам, лихол давар гадоль, шарей, кулакамей, киаин, да, то есть царь, да, то есть Всевышний сравнивается с царем, который очень-очень, да, утружден, он не, 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 никакая вещь не может его привлечь, как бы, потому что он ничего не, то есть, он здесь все-таки приравнивает это ко Всевышнему, то есть в этом мире, на самом деле, нет никакой ценности для самого Всевышнего, все созданное не может быть важна ему ни в чем, да, он не нуждается в этом смысле, создатель мира, он на самом деле не нуждается в этом мире, да, так почему же он его создал, я как бы сейчас это объясняю своими словами, для чего Всевышний создал мир, если он идеален, ни в чем, соответственно, не нуждается, у него нет никаких недостатков, никаких потребностей, да, он, зачем он создал этот мир, получается, да, так единственное, что может объяснить, да, создание этого мира, это попугай, да, то, что он дальше говорит, ах, кшемар им лефанав двар хидуш, но когда ему показывают, такую новизну, диковинку, я бы сказал, двар хидуш, ка цепорами да берет, как вот эта говорящая птица, то есть говорящий попугай, и панелазе, или и фнелазе, на это он обратит внимание, да, несмотря на то, что ему ничего не надо, да, зачем ему этот попугай, он не нужен ему на самом деле, он ничего от него не получает, но само то, что эта вещь ненормальная, необычная, это цель, это может стать целью даже царя, то есть человека, который является примером того, у кого все есть, ему ничего не надо, да, и дальше он говорит, то, что тоже нам важно, как, как пхината беру рим, дерапах, льо то, давар хадаш меотк, муа цепор, мы уже говорили много, да, о том, что, да, в нашем материальном мире, да, потеряны, вот эти искорки святости, которые мы, то есть люди, задача людей, это их собрать, при помощи выполнения, амитсвот, заповедей, да, тут он это связывает, да, что вот этот, этот сбор, этих искорок, рапах, это количество искор, мы уже говорили, да, это 288 искор, которые здесь затеряны, да, так, сбор, вот эти, как бы, нахождения в, да, в клепот, да, искорки святости, это, это что-то такое удивительное, неожиданное, это, это как будто попугай, заговорил, да, вот такая, то есть мы видим, что Балатания, он следует, он, да, следует за учением своего учителя в этом, да, Магеды из Мезрича, да, 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 наверное, мы спугаем, скажу, сильно, потому что, причастность определенную вещь, да, но, тем не менее, очень трудно, равно, как бы, когда мы обстрагировались, потому что мы понимаем, что, как это пугает царь создал, да, то есть он, в принципе, просто получил подарок от другого царя, да, от другого царя, да, ты говоришь про Машал или про Нимшаль? я говорю, я не знаю точно про что я говорю, я спрашиваю, как бы, как, то есть, как бы, тут это как будто разделяется, да, то есть, с одной стороны, царь получает удовольствие от пугая, от декодинга, с другой стороны, ну, не из этого места это знаем, но мы понимаем, что попугай, кстати, создал, да, и, в общем-то, главный интерес его, собственно, здесь, да, в этом царстве, да, это как раз этот попугай, то есть он, как бы, ради него все, все царство, собственно, затеял, да, и вся его работа, она вокруг этого, да, то есть, как бы, не только вопрос удовольствия, ну, как попугай, да, а вопрос, вообще, цели всего этого мероприятия, да, не просто, то есть, как бы, я как-то... Я не очень понимаю твой вопрос, да, то есть, ты... Ну, наверное, так сходилось, то есть, что пришел рассказать этот, этот, как бы, машаль, да, если абсолютно все остальные, аспекты, они здесь, вообще-то, не учитываются, да, то есть, это не каждый машаль, он такой, именно, с ограниченной, скажем, областью, да? Хоть, чтобы все детали машали, они были связаны с нимшалем. Некоторые самые главные детали. Ну, окей, это... Это не ко мне, я хочу здесь понять идею, да, и сейчас... Одна машина, куда приходится, сейчас, тогда... Да. Я нашел такой отрывок, у меня, к сожалению, самой книги нет, да, есть такая книга, которая называется «Пеллахаримон», которую написал Любавический Хасидр, Биллель Испарича, да, он, да, очень известный, он... Есть в Хабаде такое понятие «Машпия», да, «Машпиям», то есть люди, которые обучают, как Машгиях, то есть обучают хасидизму в Ешивах, да, так... Только они, они еще как в каждой семье, в каждой семье... Да, да, так он был такой очень известный, великий Машпия, он написал книгу «Пеллахаримон», да, где есть такие дрошот, да, по Хасидуту, да, так и в одном месте, на книгу Шира, у него есть дрошот на Шира Ширим, там он пишет такую вещь, да, «Ядуа бешема рэбэ гамагид», известно от имени... Гарэбэ амагид это магид мемезрич, да, это не... не наш рэбэ, это магид из мемезрича, да, «Шемаа шамикубалим натну таамим бехаваната брия», «Кулам инамас пеким ламитат каваната брия», да, то есть он здесь говорит, что мекубалим, каббалисты, в каббале давались разные, разные причины, разные цели творения, между прочим, мы уже говорили о них на прошлом уроке, да, когда мы говорили о Рамхале, да, мы видели, что Рамхале как бы подвел итог, да, и точно сформулировал, какие, о каких целях творения говорится в каббале, да, есть одна, первая цель, это чтобы проявить свои, свои, свои мидот, да, в сферот, да, это одна цель, вторая цель, это чтобы кому-то оказать добро, да, цель, которая уже упоминается у Рафса Ади Гаона, да, и потом Рамхаль говорит о такой цели, которую он как бы открыл, да, это гилуй и худо, да, раскрытие единства Всевышнего Творца, да, так здесь вот этот Пелла Харибон пишет так, да, что те таамим, те причины, которые давали Микуболим Бехаванат Абрия, то есть целях творения, кулям и намас пеким лямитат Каванат Абрия, они недостаточны, почему недостаточны, ки иев шарломар, он тут как бы перечисляет, ив шарломар, Шакавана Гибишвиль Гипуха Хоших Дегурэм Онэг Как можно сказать, что превращение тьмы, тут коротко он говорит, мы уже знаем, понимаем, о чем идет речь, превращение тьмы в свет, он предоставляет наслаждение, имеется в виду Творцу, да, почему нет, какой у него вопрос есть на это, у Всевышнего нет тьмы, да, у него как бы ничего не переворачивается, ничего не меняется, да, как можно говорить, что есть тьма, которая превратилась в свет, это предоставляет ему наслаждение, Как Всевышний может получить от этого удовольствие, если у него ничего нового нет, да, это всегда был свет, да, мы думаем, что это тьма, да, но Всевышний, сам Всевышний для него всегда был свет, и также причина, да, что мир был создан, чтобы у него было место проживания в Нижнем мире, недостаточно, поскольку у него, это вопрос, который мы видели в Тане, да, у него нет выше-ниже, да, у него все равно, да, так, что делать, да, получается, что, да, ничего нас не удовлетворяет, да, так он пишет так, Ах, Беемет, Эйно царих летам кляль, да, так он нам рассказывает, что Магедвизмесыча, он считал, что вообще не надо искать причины, как бы, он нас возвращает к Рамбому, можно сказать, да, киньян гатам, секунду, киньян гатам микорогу, и тут пропущено, шемаргиш хисарон ашлемут, да, Всевышний, он, да, ни в чем не нуждается, как мы сказали, у него нет никакого недостатка, поэтому цель, как он здесь называет, там, он по определению не может быть к нему применим, у маргишбин, навшок, шекашей, я си, гадавар, юшлам, да, цель или стремление, оно связано по определению с, с, ситуацией, когда чего-то не хватает, и мы стремимся этот недостаток восполнить, но когда нет недостатка, так невозможно говорить о цели, да, о стремлении, маши энкен лемала, гушле мута декола, да, Всевышний это идеальная полноценность, да, полный идеал, вээн бошум хисарон хасвэшэлом, так, так, почему же Всевышний создав мир, эла шорэш макора брия, упхина трацона цми, упашут лемала минатам вэонэ глигамры, да, просто он создал мир, поскольку он так захотел, у него есть, он волен, да, у него есть вольное желание, да, и он захотел и создал этот мир, это, как бы, настоящее, настоящее объяснение цели создания этого мира. И значит ли это, что оно бессмертное с его точки зрения? Как раз он никогда не спрашивает? Ну да, это очень такие, да, сложные, тяжелые вещи, я просто вам, я вам зачитываю, да, так, я хочу вам показать, что Балатане, он говорит то же самое, но он это вписывает, вписывает в этот мидраж, сейчас мы посмотрим, да, он вставляет эту идею в этот мидраж, я хочу вам зачитать книгу Ора Тура, Ора Тура, это уже внук, это Цемах Цедак, но мы увидим, что это на самом деле идея Балатани, самого Балатани, во-первых, по поводу сова Дира, да, есть в учении Хаббада разные, разные, разные толкования вот этого слова, почему используется именно Дира, что, какой есть смысл в этом слове, в этом понятии, да, на самом деле я нашел два способа, два объяснения слова Дира, да, в одном месте сам Балатани говорит, что Дира это что-то ограниченное, даже не надо зачитывать, Дира это взять что-то, так он это объясняет, взять что-то неограниченное и превратить его в ограниченное, он даже там приводит еще одну притчу, которая эту идею объясняет не только попугай, который заговорил, а также когда какой-то умный человек пытается объяснить, донести что-то до маленького ребенка, так он вот эту свою глубокую идею он как бы вписывает, формирует в какое-то объяснение, в притчу, в какой-то рассказ, который может, ребенок может освоить, понять, и в этом смысле всевышний захотел, чтобы у него была дира, то есть он хотел что-то неограниченное во что-то ограничить, чтобы, да, но у слова дира есть еще такое объяснение, оно сегодня более распространенное, оно тоже в хаббатской литературе оно именно оно приводится, да, что дира от слова дрор, есть на самом деле разные разные тоже объяснения, то есть принято говорить так, да, что квартира или комната человека это там, где он снимает одежду себя, и он уже, да, он как бы чувствует себя как дома, да, он свободен и он чувствует себя как дома, и это то, что хотел Всевышний, то есть он хотел создать мир, чтобы там полностью открыться, да, так они объясняют, да, это то, что здесь говорит вора тура цемарцедек, и потом он пишет так, вейне ламанитавазе, а почему же ему это захотелось, да, так он говорит, почему ему захотелось, это неизвестно, так ему захотелось, да, потом он в скобках пишет такую вещь, я слышал, да, используется для того, чтобы как бы ответить или взять идею магида измерзыча и вставить вот в этот мидраж, да, что поскольку у мидраж он использует слово не тава, а тава, это как бы это желание, но оно имеет разные, да, оттенки, можно сказать, да, да, здесь идет, желание, такая, как бы, влюбленность, захотелось, и все, да, и, да, как бы такой вид что-то вроде капризы, да, как бы Всевышний капризничий, если можно так выразиться, он, ему захотелось завести попугая, говорящего попугая, и это есть наш мир, то есть это что? Да, Шарко, это я дальше хотел, да, я хотел дальше об этом, молодец, да, да. Если весь мир его, то есть мы говорим обычно теракт, то есть человек, он хочет имущество, да, скажем, у него там есть страна, да, но хочет, чтобы у него был свой дом, в котором он там сделает, что он хочет, да, а Всевышний весь мир, то есть весь мир это его дом, то есть в этом доме хотел специально еще такой дом, да, так что ты хочешь сказать? Нет, то есть я хочу сказать, что если у тебя есть дом, то ты внутри этого дома не будешь строить какую-то еще там отдельную комнату для чего-то там, то есть для этой цели у тебя уже дом есть? Это вопрос, который ты задаешь на Медраж, да, но это примерно то, что спрашивает Балатания, но у него есть свой ответ, да, что есть вот эта иерархия, да, что в этом мире есть разные уровни, которые, да, связаны с мерой его открытия, да, и когда Медраж говорит про Тахтони, про нижний мир, он имеет в виду не какое-то место внизу, а он имеет в виду самое скрытое состояние этого мира, да, и он в этом состоянии хочет раскрыться. Вопрос, почему он этого хочет, да, так и Балатания, он берет вот это слово нитава, и он его интерпретирует вот таким образом, как бы в духе Магеда из Мезыча, да, что, как он говорит, это было сказано на Идыш, да, что Тайвы, да, Тайвы, на Идыш, это захотелось, да, захотелось и все, да, это, да, это Таава, да, это хочется, да, хочется, да, да, и как раз мне кажется, что вот этот пример с попугаем, он как раз выражает, мне кажется, вот эту, эту идею, да, что, да, мир как диковинка, да, это, это что-то вроде, вроде такого капризничества, да, такого нерационального желания, да, вот, да, как серьезный человек, как политический деятель, царь, он оставляет, бросает все самые важные дела и идет смотреть на это явление, да, то есть, тут этим выражается вот эта идея, идея захотелось, то есть, тут есть, тут Всевышний описывается, как, это очень, философия, это очень важная, важная идея, да, Всевышний, как свободная воля, да, которая не, да, ничем не ограничена, то есть, нет никаких причин, которые могут мотивировать или диктовать действия этой, этой сущности, да, то есть, это такой, как бы, высший идеал, это, в европейской философии, очень многие мыслители, они продвигали, такую идею, да, это, они сами, как люди, к этому стремились, да, это, не знаю, хорошо это или плохо, но это известно, теперь, но, как заметил Элизар, да, я хотел обратить тоже ваше внимание на это, что попросту, мудрецы, когда они говорят слово не това, они имеют в виду совершенно другую вещь, я хочу вам показать несколько примеров, да, есть гмород и мидрашим, например, есть такой мидраш, это и гмора тоже, лама не такру и магот, да, мидраш спрашивает, почему наши праматери были бесплодными, да, а корот, да, такой вопрос, да, так тут отвечает, мидраш от имени Рабь Йоханана, шакадош бараху, митавэ литфилатан улесихатан, всевышний, да, используется вот это слово, митавэ, да, у него есть желание, ему хочется услышать их молитву, да, их речь, их беседу, да, тут приводится посук, янатибэха гвэйасэла, да, да, моя голубка, голубь мой, да, в ущельях скалы, да, лама икартиет хэм, почему я вас превратил в, как бы, в несчастных, да, в бездетных, да, бесплодных, бешвиль, аринет мараях, ашминет колех, это продолжение посука, чтобы ты мне показала свой вид, да, и чтобы я услышал твой голос, да, потом есть, да, еще такое высказывание из Гмары, минайш, а кадошбэ хумитавэ, либиркат коганим, да, оказывается, Всевышний, он, да, у него есть тоже вот это желание, тава, да, и чтобы коэны богословили народ, шенэмар, вэсаму, эчми, альбны, исраэль, ваани, авархэм, да, то есть, какую идею мы здесь видим в этих высказываниях, да, то, что мне кажется, и на самом деле можно это показать в Мидраше, который говорит о Дираба Тахтоним, здесь идея совсем другая, то есть Всевышний, он как бы в ожидании, он есть, все от него зависит, кроме, кроме выбора человека, да, он свободен, он может быть злодеем, может пойти против воли Всевышнего, воли Творца, он может, он свободен, также быть праведным, да, и вот это единственная вещь в мире, которая не зависит от самого Творца, и как бы Творец, он в неизбежном ожидании, он как бы сидит и ждет, когда наконец-таки люди сделают митцву, станут праведными, и это называется Тава, Тава не как в хасидизме, да, что это такое беспричинное желание, что-то в виде каприза, а это жажда, это ожидание чего-то, что не в твоих возможностях, в этом смысле Тава, да, то есть Всевышний, он хочет, чтобы у евреев было богословение, но он это богословение связал с действием людей, куаним, поэтому он митаве, да, или молитва, да, человек может не обратиться ко Всевышнему, может обратиться, да, и Всевышний находится в ожидании, в этом смысле он митаве, он сидит и ждет, да, когда наконец-таки человек к нему обратится, да, и как раз, если мы очень бдительно посмотрим, снова вернемся к Мидрашу, который говорит про Дирабе Тахтуним, так мы увидим, да, и в чем смысл вот этой идеи проживания среди людей, давайте я зачитаю еще раз, мы это уже читали, когда Всевышний создал мир, говорит Мидраш, Мидраш, да, ему захотелось, чтобы у него было место проживания внизу, так же, как наверху, карает Адам, но сразу говорится, он позвал человека, выцивал, он приказал ему, то есть это, мне кажется, надо читать непрерывно, да, это объяснение, что такое захотелось Всевышнему иметь место проживания внизу, это выполнение его воли, выполнение, да, есть человек, который живет внизу, в отличие от обитающих на небесах, да, это есть еще, мы из Радошем еще будем об этом говорить, да, всегда у мудрецов ангелы, которые обитают на небесах, они выполняют, да, без, да, без колебаний, выполняют желание Всевышнего, да, Всевышний ими доволен всегда, потому что они самые послушные существа, а внизу смысл низа, в смысле нижнего мира, это варец на тан ливне Адам, то есть земля отдана людям, а люди, они обычно не выполняют волю Всевышнего, а у Всевышнего есть желание, желание, чтобы те, которые не склонны выполнять его волю, чтобы они все-таки ее, да, выполнили, и в этом смысле у него есть таова, у него есть желание, да, все-все, он находится в таком, в нетерпении, в ожидании, да, и когда, наконец-таки, человек выполнит его волю, и поэтому он дает человеку заповедь, да, выполнение заповеди человеком, это и есть дираба тахтуним, да, и как только он ее не выполнял, не выполнил, да, так это называется, что он его вытесняет с земли, и Всевышний поднимается наверх, да, в каком смысле, да, то есть само, тут есть как бы тождественность между выполнением и присутствием, невыполнением и отдалением, вытеснением, да, да, и, соответственно, получается, что тут есть два разных понимания вот этого слова «нитава», да, еще раз, да, как это понимают в хасидизме, да, что это такое неосмысленное желание, желание, да, и не почему, да, так они понимают слово «тава», беспричинное желание, да, а мне кажется, что из «мидрашей» видно, что смысл «нитава», он совершенно другой, да, это желание, которое сам человек не может осуществить, да, приходится ждать, когда, да, с нетерпением, может быть, да, когда наконец-таки выполнят его волю, да, вот это смысл, который… Понятно, да, «мидраши», да, это очень… Хотя оно может такое, как сказать, ничего не объясняющее, да, но просто оно конечное… Да, 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 но это очень свойственное «мидрашам», «мидрашам» они не… Это можно об этом много говорить, это не… У мудрецов нет систематики, они свое мировоззрение не выразили в какой-то системе, да, поэтому оно никогда не закончено, они говорят, как бы, локально, они обращаются к народу, да, его воспитывая, поэтому они говорят очень конкретные вещи, да, вещи, которые касаются их жизни, да, они не очень занимаются, как бы, мировоззрением, а больше моралью, моралью, можно так сказать, да, ты прав, да? Да. Ответ на этот вопрос он тоже, просто так ему захотелось. А почему захотелось нам не дам вам? Хорошо, да, но еще раз, мудрецы, они этим не занимаются. Я хочу вам показать, мы на этом закончим, мы уже говорили на прошлом уроке про Рамхара, да, да, я настаиваю на том, что Рамхаль, он повлиял своими идеями на хасидизм, и как раз он же тоже обсуждает, очень интересно, у него вот этого Медраша нигде, да, он написал очень-очень много книг, да, и вот этого Медраша, я проверял, да, во всех его книгах не упоминается этот Медраш, да, хотя он говорит про «И трона Орминахоших», да, он про это да говорит, да, но как раз мы сейчас увидим, да, что у него подход, да, совершенно другой, да, то есть мы о нем уже говорили, просто я еще раз хочу вам это показать, да, я открыл книгу «Датвунот», да, то есть вся книга, она, можно сказать, посвящена вот этой идее гилюй и худо, да, то есть он обсуждает, почему есть в этом мире зло, или очень такое зло, такое сгущенное зло, можно сказать, да, концентрация зла, да, и он постоянно продвигает вот во все, по всей этой книге вот эту идею, да, что чем больше зла, тем больше света, да, больше проявления или раскрытия, или как бы доказательства величия Всевышнего, да, то есть как бы все доводится до крайности, да, да, все начинает висеть на волоске, и уже все в отчаянии, в тотальном, да, и в последний момент, да, все оказывается не так, то, что мы называем сегодня happy end, да, и вот это состояние, оно и есть цель творения, да, и поэтому чем гуще вот эти краски зла, да, тем, да, превращение зла в свет, это самое как бы эффективное проявление всемогущества Всевышнего, да, это называется у него гилюй, гилюй и худо. Ну, удовольствие от этого получать тот, кто выжил. Сейчас мы посмотрим, да, да. Да, так я хочу вам только зачитать вот это для контраста, для сравнения. Он уже в другом месте это объяснил, да, но я зачитываю именно вот этот отрывок. Да, причина существования зла — это вот это раскрытие его единства. Да, то есть зло, как будто это что-то такое автономное, что-то являющееся противовесом самому творцу, да, да, такой разгул зла в этом мире. Ле горо та харках и худшли татоид барах беах зеро ото латов. Да, это делается, чтобы потом показать, да, единственное, да, что Всевышний, он единственный, который владеет, имеет власть в этом мире, когда это все превращается в добро. И поэтому, тоже он здесь говорит о сокрытии своего лица, да, да, и предоставление злу увеличиваться до крайней границы, до максимальной границы. Де гайну ад хурбан аулам, как Михаэль сказал, да, до разрушения, тотального разрушения этого мира, но он сразу добавляет вело ад бихлаль, но не до конца, да. Ад, есть такое выражение известно, ад вело ад бихлаль, то есть до, но не до конца, но до, да. Да, то есть вот это максимальное зло, да, оно создаст вот этот эффект, да, и раскрытие настоящего или сущность его единства. То есть когда все порчи, все недостатки исправятся вот этой властью Всевышнего, и он пишет, Вот эта фраза, да, так он объясняет, и свет, он становится заметен, да, благодаря, из тьмы, то есть благодаря тьмы. Да, в конце дней, как говорят, в конце истории, да. В конце истории что? Да, что все превратится в, все увидят, да, что все, что было, это все было хорошо на самом деле, да, это все было иллюзией. Вопрос вот это зло, это тоже чьих рук дело? Это так мир устроен, да, так устроен, да, это создано Творцом, да. Зачем дать человеку что-то соблюдать в его западе, если нужно довести до тьмы, чтобы потом Всевышний открылся? Извини, Боже, нужно улучшать. Ну, это же, ну, это, в принципе, как бы, руками человека сделается, правильно? Руками человека, и человек, он может, мы же говорили об этом, да, заповедями, выполнением заповедей, он это зло исправляет, или превращает в ничто, да, аннулирует. Ну, а где-то, да, мешает. Да, мешает, мешает, а где-то там темнота в конце дней. Что? Где-то там темнота в конце дней, если мы кого пытаемся это... Не понял, что? Если мы соблюдаем заповедь и создаём свет, который отдаляет темноту, получается, мы отталкиваем это, его проявление, отталкиваем это темноту, чтобы Всевышний мог проявиться. Да. Мы отталкиваем конец. Так он нам сказал делать. Не понял. Ну, как бы Всевышний сказать, что Всевышний, как бы ему... Конец злу приходит... Темнота, чтобы открыться. Чем больше темнота, тем он открывается, тем более. Если мы соблюдаем заповеди, когда-то там пузырье мучшего, как нет она есть мы мы ее мы ее превращаем свет почему конец он нет это же вклад да то есть мы каждое наше действие это вклад мы уже об этом говорили много вклад в да вы в хороший конец да вы завершение зла то есть мы таким образом приводим к концу зла да но мы не справляем сразу совсем да мы вкладываем да постепенно вкладываем до каждым действием и вкладываем в это раскрытие единство всевышнего в этом мире ну что я хочу сказать да что тут есть с одной стороны магида измезрича да ибо латани они тоже говорят о превращении тьмы в свет да и как смысл или как цель творения этого мира но каждый на самом деле идет совершенно в другом направлении то есть вроде бы они находятся рядом очень близко да но но дело в том что как мы уже говорили на что-то и труды рам халя они разбиты на на два этапа да вот эта идея которую мы сейчас зачитали она появилась у рам халя в поздних трудах не но нет когда он нет в год это в его жизни но книги же не не были они не спространились сразу да мы сейчас сейчас говорю о литературе как она появилась в хасидском мире да то есть и в хасидском мире например знали не за не заведомо про дыры хашем дыры хашем этой идеи еще нет там тоже есть упоминание о тьме который превращается в свет но там вот эта вещь так не осмысливается как здесь как эффекты вот этого раскрытия единства всевышнего там и об этом не говорится так можно сказать что в хасидизме берется эта идея на она берется у рам халя можно сказать да но она осмысливается по-другому не как он осмысливает это здесь на то есть мы увидели да что маги из мезыча и да и балята они они говорят нам о говорящем попугай да то есть ребенке который с мы со своим ограниченным умом он и он и понимает какие-то какие-то глубокие мысли то есть а какой-то диковинки да и тут есть вот это как бы такая они видят в этом такую свободную волю творца да да то есть как бы такая игра такая забава можно сказать да это так они понимают вот этот это понятие превращения тьмы в свет рам халь да он говорит о том же самом тоже о превращении тьмы в свет но он это понимает совершенно по-другому он говорит о не о забаве и творца да он как бы создавает этот мир чтобы себя когда как-то увлечь и удовлетворить а это это ради и творение ради людей которых он сотворил то есть людям да и хорошо раскрыть себя да и это раскрытие оно делается как бы самое максимальное эффективное раскрытие оно делается именно таким образом то есть это такой способ такое средство для раскрытия себя людям да то есть это не самоудовлетворение творца наоборот творец он нацелен в своем творении на на других на на объект на созданный объект да то есть это если вы помните на прошлом уроке мы говорили он отождествляет это с добром да то есть цели создать мир ради добра да и ради самораскрытия у него отождествляются они у него они сливаются вместе да да а в хасидуте до такого не происходит в хасидуте они берут то же самое но они уводят это совершенно в другую сторону они они как бы думают вместо самого всевышнего они не не видят в целях творения что-то ради других ради ради созданных ради сотворенных в этом большая разница между рамхаля мне кажется и и хасидизмом смотря то что они как бы базируются на том же самом здесь мы я думаю закончим но по идее это в отличие от миндраша рамхаля он да занимается мировоззрением он хочет он стремится получить полную картину самая конечная точка до которой это мы можем дойти в этом рассуждении что зачем дворец это дал нам то есть его как бы воля есть такая идея как бы с точки зрения его собственных целей для нас было как будто нет то есть мы не знаем про его желание его желание как бы как его само его собственное желание просто не существует хорошо может быть да да хорошо может может быть но я просто мне то что мне интересно что берется то же самое да и трон аорми нахошер да и он осмысливается по-разному то есть то же самое да в чем смысл вот этого превращения тьмы в свет так у рамхаля идея совершенно другая да это он говорит о эффекте ради ради людей ради творений когда только таким образом они по-настоящему будут ощущать суть всевышнего да и они это будет их наградой да то есть они в этом участвовали да да есть в этом заслуга большая так он говорит вот этот превращение тьмы в свет и так он это осмысливает а фасидизме да как раз мы это видели да что вот эти кущиот которые задают рыбы мемезрич да что он он не понимает да что в чем смысл какой толк да и у всевышнего есть превращение тьмы в в свет да ведь у него нет тьмы да тьма она у людей да рамхаля на это отвечает да что он говорит о людях да действительно тьма это у людей да и у них вот эта густая тьма она вдруг неожиданно превращается свет это эффект для людей до для всевышнего тут никакого эффекта нет но мы и этого не ищем да поэтому поэтому магид измезвича не понимал рамхаля рамхаля видимо не понимала в чем вопрос магида измезвича если бы они встретились они бы конечно это исторически это невозможно но они бы друг друга бы не поняли совершенно